друзья всем привет меня зовут аня я рада видеть вас на своем канале о вязании это видео я начинаю снимать в январе 23 года январь я правда уже перевалил за половину я только села снимать но я думаю не страшно любом случае это видео выйдет аж через практически год в конце декабря мне будет честно говоря очень интересно посмотреть как я сама изменюсь за этот год и вообще будет интересно просматривая и монтируя это видео вспоминать что было меня в этот проект пригласила оля с канала магнолия вязание из германии оля спасибо огромное я очень-очень рада присоединиться к компании девчонок с которыми мы были в совместном проекте вязание на выбывание в двадцать втором году есть новые девчонки с которыми рада познакомиться и некоторых вообще никогда не видела это всегда классно это всегда здорово и суть в том что мы будем вязать каких-то 12 изделий нет никакой привязки что это должны быть носки или там не должны быть носки вяжем все что угодно единственное такое условие мы должны каждый месяц вязать разного цвета изделия мне показался эта идея интересна и я думала сначала что разного цвета мы сами выбираем какого цвета а потом оказалось что девчонки нашли какую-то статью точнее было несколько но мы выбрали одну из них где каждый месяц прописан каким-то описан каким-то цветом я честно говоря посмотрела список этих цветов я поняла что какие-то цвета совсем не мои хорошо что там нет оранжевого хотя я уже начинаю к оранжевому привыкать найти тем чем больше горючей проблеме тема она быстрее испаряется вот это вот касательно нашего нашей дружбы с оранжевым так вот я посмотрела некоторые цвета и думаю что же я буду писать этого цвета но я думаю когда придет месяц а я нарешу и идея в том чтобы каждый месяц именно начинать то есть можно закончить и другом месяце я думаю что у меня так будет часто а можно и в этом же но например в январе мы вяжем что-то карамельного цвета сейчас январь я вижу именно в рамках вот этого задания я честно говоря долго думала что связать у меня было несколько вариантов давайте я вам наверное эти варианты и то что я по итогу сейчас вижу покажу у стола желаю вам приятного просмотра посмотрим что было весь этот год итак карамельное что-то да первое что пришло мне в голову честно говоря это вот такая вот пряжа она наверное самая карамельная это валенсия от сиам полушерсть все бы ничего я бы наверное даже все таки ее сделала героиней этого января но я связала подкладку к шапке я думаю вы ее могли помнить если смотрится меня смотрели в январе а по условиям нужно чтобы основной цвет изделия было вот такой вот карамельный поэтому аленсия отпала увы второй вариант был вот такой пихорка деревенская это пряжа стопроцентная шерсть я хотела ее использовать на носки но подумала что носков наверное будет и так достаточно в этом видео и решила все таки отменить эту идею по сути она уже не такая карамельная как например валенсия вот видно но все равно еще можно как-то ее карамелькой назвать а потом я подумала вот об этой пряжи у меня бежевых цветов не так много а покупать я не хотела все равно планировала кое-что вязать вот из этой пряжи это перуанская альпака мне эту пряжу подарила саша с канала архитектор который вяжет и она конечно совсем уже не карамельная вот если например сравнивать да но я знаете о чем подумала о том что мы с девчонками как раз обсуждали что можно немножечко такого варьировать все таки цвет не обязательно если карамель то это точно должна быть четко карамель по представлению всех поэтому я решила что карамель у меня будет вот такая немножечко пожухлая но я свяжу то что мне хочется вязать и соответственно хочется носить по пряже это так давайте я наверное возьму моточек точнее этикетку другую которая у меня уже свободная 50 грамм 150 метров так и 50 альпака 50 меринос смотрите так давайте наверно с образца начнем вот он образецик мне кажется очень классно смотрится таких вот оранчиках пряжа пушистенькая вот альпака видно невооруженным взглядом видите я вижу перчатку будет 2 конечно же надеюсь в общем вот перчатка уже два пальчика есть давайте я наверное ее одену она кажется такой маленькой но на самом деле она немножко разъедется довольно длинный манжет получился думаю задувать не будет мне очень нравится как смотрится здесь норвежский вот этот набор ну и кто-то его называет немецким кто-то норвежским получается у меня один пальчик уже связан вижу 2 мне нравится что получается сначала немножко сомневалась насчет этого узора но сейчас мне прям нравится смотреть на него загляденье единственное вот эти вот убавки в получается левую сторону надо будет немножко поправить потому что видите вправо хорошо смотрится но на меня с такими убавками всегда честно говоря проблема я их потом поправляю вот так вот смотрится лицевая гладь мне очень нравится в общем вот такая красота покажу когда движу расскажу о своих впечатлениях не забываю сделать кусочек про проект февраля начала его феврале но сейчас уже март я видимо сейчас движу ну в общем так ничего и не сняла это у меня так какой там свет ярко вообще сиреневый по заданию февраля но у меня ярко-сиреневый это наверное даже ближе к фиолетовому сейчас конечно искусственное освещение и не идеально передается свет ну в общем я решила что пусть у меня будет такая интерпретация этого задания то что как-то искать специально ярко-сиреневый честно говоря не очень хочется в общем это перчатки которые я вижу по задумке своей же из пряжи так что здесь ягненок с полиамидом вот 500 метров на 100 грамм мне кажется по метражу идеальная пряжа для аксессуаров так и у меня есть образец вот он как видите очень сильно меняется полотно после стирки до точнее до и после ну и соответственно я жду что немножечко подтягивает полотно что перчатки будут поплотнее сидеть на руке вот так в принципе мне нравится что получается я вижу одновременно две перчатки но на разных спицах в принципе мне кажется что удобный такой вариант я начинала вообще вместе их вязать где-то по моему до вот этого момента их вязала на одних спицах вместе две перчатки а потом решила разделить потому что что-то как-то неудобно и все-таки каждый раз пытаюсь два одновременно на одних спицах вязать это неважно два носка две перчатки две варежки в общем это категорически неудобно все-таки мне удобнее взять по отдельности но и решила здесь одновременно но отдельности в общем вы поняли то еще по этому проекту наверное ничего я очень надеюсь что я сегодня довяжу если нет то я покажу вам завтра при нормальной освещении так включение из декабря показываю то что у меня получилось вот в плане перчаток за первые два месяца насколько я помню это был январь и февраль значит вот эти перчатки я вообще нашу хосты в гриву постоянно вот когда период холодов они очень теплые это пихорка перуанская альпака у меня один моточек ушел на вот перчатки но здесь есть косяк в узоре но в принципе видно даже немножко видеть здесь как-то он более объемный такой чем здесь здесь нижняя часть больше ну короче здесь и накосячил но у меня это особо не парит это мои перчатки ничего страшного вот эти перчатки я в общем-то так ни разу и не надела еще вот потому что но зачем у меня есть другие здесь все в узоре все хорошо а он может быть кстати выставлю на продажу очень классные перчатки мне нравится узор я его находила там в одной книжке и в общем-то сама собственно сюда его и накрутила это ягненок с полиамидом тоже классные перчатки получились тоже легенькие мне кажется тоже до 50 грамм ушло вот это вот такой вот результат тех месяцев так друзья я совсем забыла заснять этот проект и уже он такой довольно сильно продвинулся как-то и не подключилась значит я сейчас лежу в отеле в москве я в командировке и вяжу свой мартовский проект сейчас уже конец марта я начала буквально несколько дней назад и это повязка на голову меня мама вот совсем неожиданно для меня попросила связать ей повязку я очень удивилась но говорю окей какого тебе цвета связать она горит голубого я понимаю что как раз цвет марта у нас по моему называется чистый ручей если я не ошибаюсь и голубой цвет идеально подходит под эту тематику в общем я взяла вот этот эту пряжу дропс норд это цвет у меня номер восемь сейчас он выглядит таким сереньким на самом деле это голубой цвет очень красивый я уже вязала из пряжи норд один раз и она мне не понравилось я вязала в носках носки вязала пробовала в носках и в общем то вообще не не понравилось вообще от слова совсем она была какой-то слишком скользкой и в общем я подумала что все я не буду больше покупать эту пряжу точнее куда мне ее еще покупать если у меня куча цветов но сейчас когда я вяжу эту пряжу на спицах 2.75 и вяжу я повязку я вам скажу что пряжа вроде как бы и ничего вот то есть может быть она не для носков в моем случае а вот для каких-то других изделий это повязка по мастер-классу Саши Визомания и это та повязка про которую Саша на своем канале говорила ну что там вязать связали вот это тяп-ляп и в общем то здесь вот так вот и вот все я тогда ни черта не поняла но Саша выпустила видео и как раз я по этому видео и собственно вяжу я набирала 56 петель здесь примерно по моему в районе 10 сантиметров ширина вот это труба и мне нужно довязать до какого-то момента а потом что-то с ней делать что с ней делать буду я пока не знаю потому что видео я еще до конца не смотрела пока вяжу просто вот такую такой длинный гольфик у меня последний день командировки завтра я уже уезжаю домой и в общем то я только что доделала повязку для мамы то есть я уложилась в марте довязала февральские проект это у меня перчатки я кстати по-моему готовые перчатки так и не показывала еще и потому что я их еще не постирала они у меня были по-моему за день до отъезда в командировку завершены ну и собственно так и остались лежать не постираны и вот эту вот повязку я прям только что подшила зашила смотрите как классно получается Саша все очень хорошо объяснила действительно очень простая повязка и теперь я понимаю ее объяснение ну которые над которыми так долго смеялась в общем элементарная повязка с изнаночной стороны она выглядит вот таким образом ну естественно еще это все до стирки потому что вот буквально только уложила отложила вот иголочку вот значит у меня ушло меньше одного мотка и чуть-чуть немножечко еще осталось мне кажется может грамм пять осталось в общем одного моточка норда хватает спокойно на вот такую повязку даже можно мне кажется сделать чуть-чуть пошире буквально там может на две ну может быть даже на четыре петли у меня здесь не помню говорила я или нет позавчера у меня здесь пятьдесят шесть петель вот классная получилась я уже не примерила на самом деле и ну не знаю несмотря на то что я не ношу повязки мне кажется что смотрится неплохо вернусь в петербург постираю высушу и отвезу маме так пора подзаписать кусочек для апреля апрельский проект и на самом деле этот моточек он успел со мной проехать через границу с республикой Беларусь я была в Беларуси в апреле месяце у меня был отпуск у меня на канале был влог я его кстати только сегодня выложила то есть сегодня как раз дата выхода этого влога ну вы видите это этот кусочек конечно же в декабре в составе целого вот этого видео да капитан очевидность Аня привет ну короче суть в том что это апрельский проект где цвет был ярко-красный заявлен ну вот как видите я не стала отходить от этого цвета хотя честно говоря хотелось у меня не было в запасах никакой пряжи такого цвета и покупать я очень-очень не хотела и честно говоря проект как-то не шел и я подумала ну в общем если что-то придет в голову или какой-то проект придет в мою жизнь тогда будет у меня что-то красное не придет так не придет и тут я как раз до отпуска увидела у Лены Ванг в не в инстаграме в телеграме увидела что она приглашает в тестирование носочков из кашемира и я подумала хочу и подумала что это как раз идеальный проект который можно начать в апреле ну и соответственно закончить вообще на самом деле мне нужно его закончить максимально быстро один то я уже связала как видите и второй вот сейчас как раз вяжу значит это стопроцентный кашемир от Тодд Дункан это 1400 метров на 100 грамм я вяжу в три ниточки через петлю поскольку проект небольшой меня не раздражает вот это вязание через петлю но плечевой я бы наверное не стала вязать я думаю ну не знаю кто знает может быть и связала бы я люблю всякие сложности а это уже связанный носочек это по идее размер должен быть тридцать седьмой я вязала на свою ножку не постиранный носочек и я сегодня когда открыла написание чтобы начать второй вязать носок поняла что я накосячила и косяк состоит в том что вот здесь вот по простите пожалуйста здесь вот по задней стороне носочка вообще не должны быть были быть вот эти переплетения я их связала но я уже конечно не буду перевязывать я думаю что в принципе такой вариант тоже имеет место вот и в принципе тоже на мой взгляд не очень не очень точнее не сбивается нет тут никакого дисгармонии дисбаланс в общем мне кажется что смотрится и так тоже очень хорошо я конечно надеюсь что лена еще не видела этот носочек но я очень надеюсь что она меня простит за вот этот мой косяк но в общем что-то я так просто увлеклась вязанием что в общем в общем как видите мне понравилось скажу честно здесь немного иначе чем обычно я вяжу выполняется вязание мыска здесь как вы видите это пятка бумеранг с климом клином клином подъема я так обычно не вяжу носочки и кстати здесь еще что из необычного для меня непривычного здесь пола резинка два ряда последних ну и закрытие иглой с имитацией итальянского набора то есть короче для меня это это и плюс это первые мои носки из кашемира для меня это полностью ну такой необычный в общем проект значит один носочек этот весит по моему 29 грамм если я не ошибаюсь но у меня в районе по моему 64 грамм и этого соответственно будет более чем достаточно когда носочки будут готовы я естественно ну и постираны да я подключусь вам тоже покажу надеюсь это случится в ближайшее время я все таки переделала носочки вот здесь вот заднюю часть все таки сделала без рисунков вот они оба ну я подумала что в общем то это было в тесте и в общем сделала как как надо как хорошие девочки должны делать вот сейчас это включение тоже уже декабрьская вот они такие носочки это где-то размер 37 получился вот классные получились и вообще само описание очень интересные мне понравилось вязать здесь получается бумеранг с клином подъема в общем такое эстетическое прям удовольствие было и тактильное удовольствие было вязать классный проект даже рада что он у меня был в этом году хотя честно говоря красный цвет сначала когда я увидела думаю что же я буду красного такого вязать но получились очень мне кажется здорово эти носочки ну что май май наступил значит то у нас в мае как вы видите слушайте я не помню как конкретно звучит но что-то типа болотный вот я сразу поняла какой цвет я буду использовать какую пряжу точнее буду использовать и это пряжа которая мне была подарена ольгой так сейчас уберу образец вот такой вот моток здесь мохер акрил и полиамид что ли да 30 мохера 40 полиамида 30 акрила это кофил изабель называется артикул 1800 метров на 100 грамм и 97 грамм в таком моточке на самом деле как подмот он просто идеален но я честно говоря хотела его использовать как главную нить в проекте потому что мне очень нравится этот цвет он невероятный он с такими переливами мне кажется даже на камере видно что у него есть такие более уходящие в рыжину переливы более такие темные более светлые где-то в общем потрясающая вообще потрясающая расцветка мне она невероятно нравится нить тоненькая и не скажу что она очень сильно пушистая но мне это как раз на руку потому что я не скажу что люблю прям очень пушистые нити я сначала подумала вязать паутинку в две ниточки это было бы 900 метров на 100 грамм это было бы уже ближе к стандартной толщине вот но что то в общем то я подумала что если это будет 900 метров на 100 грамм то 97 грамм я почему то не знаю почему вдруг с чего я подумала что мне этого может быть мало хотя на самом деле вполне себе если не очень плотненько вязать а порохлее а я вяжу сейчас я вам образец покажу не плотно то в принципе и в две нити бы хватило но в общем то я решила немножечко по-другому сделать потому что в ту хэнс как-то пришел потрясающий люрекс так я вот так вот далеко не буду убирать вот такой это 80% вискоз 20% полиэстер люрекс и он тончайший здесь 4750 метров на 100 грамм у меня здесь 40 45 грамм то есть в районе двух с половиной ну две триста метров вот мне этого вообще за глаза и честно говоря даже за глаза на два проекта из такого монточка потому что здесь смотрите в районе 1800 метров здесь в районе двух ну в общем то примерно то на то и выходит но на самом деле если совмещать просто мохер и люрекс получится все равно тоненько что-то в районе тысячи по-моему 500 метров я в общем считала на калькуляторе ярный калк да в телеграме такой есть бот я вам когда-то про него рассказывала давайте кстати ссылку тоже оставлю в инфобоксе мало ли в общем кто-то не знал пропустил очень классный бот там ничего сложного нет вы просто вводите толщину метраж на 100 грамм нити которые у вас ну в общем то в состав входит да но у меня это вот 1800 4750 в общем то там калькулятор вам считает общую толщину итоговой нити получившейся в общем короче они очень хорошо сочетаются но этого мало поэтому я решила подмотать еще тоненький меринос у нас кстати на работе очень часто там приходят звонят пишут что подмот подмот подберите но в подмоте тут нужно понимать зачем вы это делаете потому что просто бездумно подматывать все ко всему это ну какое-то странное в общем то странные манипуляции с пряжей а если вы понимаете для чего вот я например понимаю для чего мне здесь подмот то во-первых проще подобрать его подмот а во-вторых нет такого что я не знаю что-нибудь подмотать чтобы просто подмотать ну в общем то это конечно странно всегда нужно понимать конечную цель и конечную вашу задачу да и моя задача какая здесь была самое главное это получить примерную толщину нити итоговой 850 950 метров на 100 грамм соответственно я бы могла повторюсь получить такую толщину если бы вязала в две ниточки только махер но я решила подмотать мериносик значит у меня на работе по цвету подходящие мериносы были в двух вариантах 1500 метров и 2400 значит вот здесь вот эта часть она у меня связана вот так наверное хотя нет тоже не очень видно вот эту часть я связала с мериносиком 1500 метров на 100 грамм а вот эту часть с мериносиком 2400 метров на 100 грамм и все это весь образец был связан на спицах четыре с половиной миллиметра я выбрала второй вариант где 2400 метров еще и потому что общая толщина нити у меня составляет 800 по моему 75 метров на 100 грамм то есть практически то что мне и нужно точнее не практически а именно то значит этот образец уже постиран вы видите какой здесь такой довольно ярко выраженный люрекс блеск люрекса вот пушочек не сильный если вы слышите треск на заднем фоне это мой ассистент сегодняшний зовут его Владислав вот в общем очень красиво и меринос я выбрала вот такой в итоге 2400 метров на 100 грамм это Судволья Виктория называется 100% меринос очень красивого такого болотного цвета и здесь у меня я не помню сколько но в районе наверное грамм где-то 80 мне кажется что так в общем вот так это все выглядит вместе мне кажется смотрится вообще потрясающе с образцом конечно я могу сказать точно что угадала ну в плане по красоте да мне нравится как это смотрится вот и я буду вязать паутинку значит какого плана паутинка это вот я сейчас вставлю фотографию это будет паутинка по описанию по-моему Наташа зовут девушку стрит хэт что-то там я все время забываю ник в общем я подпишу естественно я купила ее описание называется fire если я не ошибаюсь и там в такой имитация вточного рукава на самом деле у Наташи очень много вариантов паутинок она разработала мне кажется описание 6 если не больше там у нее и реглан и японское плечо и спущенный рукав в общем чего у нее только нет мне нравится ее взгляд на паутинки и что много 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 вариантов она предлагает в общем то я выбрала вот такой буду вязать так по моему по спицам я сказала да это четыре с половиной но мне кажется что полотно очень даже неплохо смотрится в общем вот такой у меня процесс мая и если предыдущие проекты я заканчивала четко месяц в месяц по моему нет один какой-то выбился но неважно то вот этот скорее всего будет длиться у меня несколько месяцев ну в любом случае посмотрим ура я завершила паутинку наконец-то я уже даже не помню по-моему это июньский проект а я сейчас опять снимаю в декабре буквально вот только запрятала кончики очень довольна в принципе тем что получилось единственное не на меня по размеру вот но ничего это будет подарок моей подруге как раз для нее должно быть отлично мне очень нравится как вот этот люрекс поблескивает в принципе и модель мне нравится это такое получается как спущенное плечо имитация вот значит здесь у меня обработан и низ и рукава и горловина с помощью крючка вот ну классно получилось ну в общем-то особо нечего сказать не скажу что прямо сильно она такая прозрачная но да вот руку мою в принципе видно вот у меня здесь еще очень классная вешалка советская вот откопала вот ну а так в принципе в общем-то еще одно готовое изделие в рамках этого проекта ну что самое время записать кусочек для июньского проекта в июне у нас цвет золотой но золотого у меня ничего нет поэтому в общем-то я подумала что желтый это тоже золотой и начала носочки ну а что я могу начать мне хочется что-то начинать и заканчивать в одном месяце а плечевой я точно не успею поэтому мне кажется что все проекты в этом году будут именно какие-то мелкие это либо носочки либо перчатки вот что-то такое значит вяжу я из вот такой пряжи это гидифра жидифра не знаю как она правильно называется лана миа one фото вот значит это 80 процентов супервош меренос 20 процентов полиамид 100 грамм 390 метров это цвет 977 я покупала этот моточек в магазине миофилаты когда была в минске когда была там в прошлом двадцатом году и в общем-то наконец-то пришел черед этого моточка там с самого начала было сейчас вам покажу мне пришлось распустить оба так 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 значит смотрите с самого начала была вот такая белая нить на самом деле я сразу понимала что это нить которая разграничивает два носочка потому что суть у этой носочной пряжи как раз такая что идет сначала отрезок для одного носка потом идет вот это скорее всего разграничивающая нить и потом идет для второго носка такого же отрезок и в общем-то у меня сначала я в общем подумала почему бы не сделать самую вот эту окантовочку верхнюю вот этой нитью но потом поняла что это смотрится странно распустила и распустила еще чуть-чуть даже больше потому что здесь вот был ну такой вот узелок вот ну ничего страшного это ерунда вяжу я носки по описанию вот такому я подпишу автора честно говоря я не знаю не распечатала главную страничку ну тут особо и не видно что это будут за носочки в общем я вставлю фотографии и это снова мой проект командировочный я сейчас в командировке в москве и довязывает скорее всего эти носочки буду уже в петербурге дома потому что тут я их только-только вот сегодня начала они не самые простые как видите здесь всякие переплетения постоянно идут и соответственно июньский вот проект у меня будет как и такой мартовский связан с вот москвой с московскими поездками вот ну что пока наверное все ничего больше сказать вижу дальше классно кстати идет мне нравится и снова привет из декабря вот такие у меня получились тогда носочки очень довольна связались быстро описание классное все классно очень красивые оранчики вот и пряжа приятная мне нравятся вот эти переходы несмотря на то что они довольно резкие особенно здесь вот на мыске это видно но все равно мне нравится и пяточка классная красивая вот короче я довольна была этим проектом ну и сейчас конечно же тоже когда достала эти носочки вспомнила о них тоже очень-очень мне кажется красивые они быстренько покажу вам не законченный я его даже не успею закончить проект юля нежно-коралловый здесь цвет и в общем-то я снова пытаюсь связать крючком футболку которая у меня в голове засела но сначала тоже хорошо шел проект а потом как-то застопорился из ализе дивы силки эффект вяжу 100 грамм 350 метров это стопроцентная микрофибра я вязала первый вариант это вот этой футболки из шелка стопроцентно но мне там явно не хватало пряжи вот этой у меня гораздо больше ну вот тоже что-то как-то не идет все-таки крючок конечно не мой инструмент но не знаю либо добью либо распущу в общем пока лежит вот в таком виде считайте это не законченный проект этого года друзья уже за середину августа перевалило да 17 августа а я еще даже не начала вязать изделия в рамках именно этого месяца в общем как вы уже поняли это будут носочки ничего особенного интересного но знаете мне хватает сейчас двух плечевых проектов в рамках вот этого годового челленджа такого больше я себе позволить не могу но обязательно хочется и по идее по условиям надо вот поэтому я решила в общем-то отдавать предпочтение аксессуарам все-таки да в начале года это много перчаток было сейчас это много носочков я выбрала в общем цвет у нас на август ярко апельсиновый по-моему так это звучит в общем оранжевый я оранжевый терпеть не могу вот и поэтому такого ярко оранжевого у меня естественно нет не будет и я не хочу из него вязать вот поэтому в этом месяце я решила немножечко схитрить простите меня пожалуйста я не хочу покупать оранжевую ярко оранжевую пряжу и вязать из того что меня будет раздражать поэтому я решила найти максимально оранжевую пряжу которая у меня есть и она довольно яркая это это пряжа гималая сок с бамбу здесь у нас носочная пряжа с мериносом 50 процентов 25 это полиамид и 25 бамбук ниточка очень приятная на ощупь прям не знаю какое-то тактильное удовольствие здесь расцветка мне нравится здесь прям таких оранжевых оттенков которые мне ну в общем не по душе их нет вот поэтому я могу со спокойной душой а даже наоборот с вдохновением вязать вы видите здесь два моточка это просто потому что вот я сматывала в общем-то вручную и на каком-то определенном моменте здесь вот оказался я решила просто эту нить от ну оторвать отрезать да и оставшийся моточек вот у меня он собственно такой вот маленький я думаю что мне и вот этого матка хватит но если что у меня есть запасной а так я вообще планирую этот оставить на хеликсы у меня для хеликсов целое вообще коробище я пока не выбрала дизайн но я не хочу вязать лицевую гладью несмотря на то что по идее расцветка предполагает как раз гладь может быть что-нибудь резинкой или что-нибудь такое в общем не хочется мне гладью вязать что-то я немножко от нее подустала потому что у меня раз два два плечевых проекта у меня сейчас в работе лицевую гладью я недавно один гладью закончила и носочек у меня сейчас был гладью в общем я думаю что пора немножечко разбавить эту всю лицевую историю спицы у меня будут 225 я вот как закончила сейчас носочки одни вязать так и сейчас начну другие прямо у меня вот в этой же сумочке у меня все и хранится самое-самое необходимое крем для рук сейчас использую да я использую здесь этикеточки храню у меня здесь по-моему от прошлой осталось да заубербаль а это что у меня а диафайн это вот футболка лицевой гладью который я вязала как раз я просто эти этикетки складываю все в одно место у меня есть одна идея что с ними можно сделать но это пока так идея лучше не буду говорить иначе никогда так и не реализую я много идей своих озвучивала вот так вот на протяжении всей своей вязальной жизни и в итоге ничего не реализовывала и как потом как-то меня это немножко тяготило ну и тяготит до сих пор вот в моей проектной сумочке с носочками лежит я скорее всего возьму в отпуск уже эти носки и буду их начинать уже не дома и ну понятное дело не на работе итак носочки готовы это получился где-то наверное размер 37-38 примерно что хочу сказать долго они у меня лежали я их не стирала но в общем-то собралась с мыслями и они уже высохли сразу после стирки они очень сильно растянулись но в общем-то пришли в такую нормальную форму я честно говоря не помню рассказывала ли я по какому описанию вязала Ольга Алексеева по-моему как-то так ник я ее случайно нашла на просторах телеграмма и в общем-то купила у нее вот такое описание значит носочками я довольна хочу сейчас прям вот этот кусочек снять и снимаю собственно потому что я скорее всего их подарю вот то есть их у меня не будет в конце года чтобы вам их показать в общем пряжи я довольна вот мне она понравилась это пряжа с вискозой если я не ошибаюсь в общем-то вот такие носочки так записываю кусочек сентября сейчас уже ой дай бог памяти двадцать какое четвертое по-моему сегодня сентября и в общем-то я только-только вот сегодня начала этот проект честно говоря даже вообще понятия не имела что вязать да и в командировке была в Москве две недели поэтому ну не до этого проекта было я уже думала даже пропущу но все-таки начала сегодня порылась по своим запасам и в общем-то вот что вы видите да конечно можете сказать что это не совсем чернично-синий точнее совсем не чернично-синий но в общем-то я решила немножечко ну не то что смухлевать да у меня уже был такой один месяц где был ярко-оранжевый я там вязала носочки где присутствовал ярко-оранжевый но в общем-то не весь проект был в этом цвете и вот здесь вот по сути тоже самое здесь есть вот такие вот серо-голубые такие отрезки вот ну и собственно я решила что в общем-то ну короче мое участие мои правила так сказать ну здесь еще в принципе в пряже видны вот эти вот секции то есть это серый но он такой с голубым потоном в принципе с натяжкой черничным его можно назвать ну синим конечно не очень но короче я подумала что пусть будет так вот и в общем то взяла эту пряжу эта пряжа мне была подарена Ольгой спасибо огромное она мне прям сразу практически представилась в двух вариантах изделий я вот все думала куда ее использовать либо я хотела это использовать в качестве чехла на подушку либо в качестве жилета для ребенка ну собственно вы видите что первый вариант победил значит что это за пряжа манифатура филоти пиферино меринос 30 baby альпака 25 вискоза 15 полиамид 30 здесь 180 метров и в 100 граммах и 178 грамм у меня здесь ниточка толстенькая из нее очень приятно вязать вот честно я сейчас ну вот несколько часов назад взяла эту нить в руки взяла спицы и проект полетел слушайте такое удовольствие даже вам не передать честно говоря вяжу я на спицах вот таких вот нет про это серия джадор это 6 миллиметров спицы кубические очень приятные на ощупь и собственно взять тоже приятно значит то я видите здесь уже сшила нижнюю вот эту вот часть ну решила в общем то что откладывать сразу пусть будет ну такое полуготовое состояние и вяжу я по кругу вот набирала просто петли потом замыкала их в круг и вот в общем то не так давно здесь сшила сшила так где кусочек ниточки да вот у меня совсем чуть-чуть осталось сшила донышко так у меня на самом деле две подушки вот такого плана они это такие плохо набитые подушки из икеи сто лет назад куплены и я хотела уже давным-давно их как-то привести в какой-то божеский вид но я так понимаю что мне только на одну наволочку хватит что со второй делать я пока не знаю но можно в принципе какую-нибудь молочную или голубую пряжу найти и в общем то будет такой вот комплект мне очень нравится что получается прям не знаю слушайте я такой вообще кайф испытываю потому что сейчас столько проектов я начала и знаете от одного к другому бросаюсь вы это конечно во влогах уже все посмотрели несколько месяцев назад да поскольку это видео выйдет в конце декабря но для меня это вот текущие такие процессы которые вот не знаю не вдохновляют а вот этот очень-очень сильно меня как-то мотивирует и хочется его скорее вязать и в общем то к нему тянутся сейчас руки хотя вот я говорю у меня сейчас раз два три четыре пять шесть семь семь проектов боже мой короче кошмар в общем ладно закругляюсь покажу этот процесс когда он станет готовой работой еще не закончена моя наволочка но она мне так нравится слушайте я поэтому даже вот не могу дотерпеть я вроде как вчера снимала начало и говорила что покажу уже когда будет готово но мне просто невероятно нравится я в итоге решила ее сначала изначально я планировала сделать квадратной но какая-то она маленькая получалась и решила все таки сделать пусть она будет прямоугольной вот и немножечко так подвернула подушку вот эту и нравится мне просто невероятно я в постели валяюсь вяжу поэтому простите за такой постельный вид вот но не могу просто остановиться невероятно мне нравится полотно фантастическое и очень приятная пряжа очень мягкая прям ну прям с удовольствием с удовольствием вяжу очень-очень мне нравится еще раз спасибо большое Ольге за то что подарила мне вот эту пряжу я люблю когда подаренная какая-то пряжа ну вот либо прям сразу идет в ход либо очень долго так сказать отстаивается да как это как хорошее вино в общем и ждет своего проекта и вот с этой пряжи точно так по второму варианту и и получается очень мне нравится вот такая шикарная подушечка у меня получилась точнее не сама подушка а чехол на нее я довольна ну не могу вам передать насколько насколько я довольна пряжа пушистенькая но в принципе это видно про свои тактильные ощущения вам рассказывала буквально это сегодня утром было я ну довязывала как раз да вот перед этим включение было вот не стирала пока не думаю что это прям очень надо вот поскольку это такая диванная подушка пусть она в общем то дождется какого-нибудь момента подходящего когда я буду стирать шерстяное значит я вам показывала да что с одной стороны я зашила сразу же и собственно вязала дальше с зашитой одной стороной вот и вторую часть я тоже со второй стороны я тоже сначала петли закрыла вот а потом сшила и в общем то у меня получается такой чехол несъемный но я в принципе и ну как-то не планировала делать съемным его поэтому довольна тем что получилось в общем буду здесь сейчас сидеть и головой буду упираться в вот эту подушку вот я так люблю сидеть чтобы под головой тоже что-то было но обычно использовал другую подушку но сейчас будет вот это выполнять вот эту функцию вот такая красота я считаю что этот проект у меня наверное пока вот из всех проектов в этом таком моем годовом марафоне мне кажется это самый удачный в том плане что я буквально за два дня связала я уже думала что сентябрь пропущу но нет вот готовая такая у меня работа снова приветики из декабря значит в ноябре я ничего не снимала конкретно для вот этого видео но я вязала и показывала вам во влогах вы могли видеть значит октябрьский лазурный это у меня проект это у меня вот такой худи вязала я в рамках тестирования описания насти белый шиповник очень классно получилось немножко кривовато висит вот я прямо останавливаться не буду вот ну потому что опять же много уделяла этому изделию именно времени именно во влогах просто фотографии там некоторые по вставляю вот классно получилось это пряжа альпака от трико я осталась очень довольна этой пряжей вязала я на спицах лантерн мун тоже как-то прям все совпало у меня описание и спицы и пряжа в общем-то классно получилось и сын как-то соблаговолел пофотографироваться короче все в этом изделии было хорошо и октябрь как-то прям по маслу как пошел так ну этот кусочек явно будет с большой пост обработкой потому что снимаю я его при жутком искусственном освещении сейчас вечер довольно поздний я хочу показать проект который я начала в рамках ноября в ноябре у нас цвет бордовый вот и это носочки моему сыну именно такие вот домашние теплые носочки толстенькие потому что мы сейчас живем в квартире в которой много именно кафеля на полу вот и честно говоря прохладно хотя у меня совсем не любит носить носки но в общем-то все равно нравится не нравится придется носить моя красавица мой красавец вот и в общем-то я начала из этой пряжи давно уже хотела именно носочки я изначально подумала что это идеальная пряжа для каких-нибудь перчаток или варежек или шапки значит это пряжа мне была подарена это артикул я полагаю что это артикул именно 92 процента меринос 8 процентов полиамид 200 метров на 100 грамм здесь почти 90 грамм мне однозначно хватит на носки сын у него размер сейчас где-то наверное 27 довольно большая у него ножка вот я начала с 6 петель сделала прибавки до 6 петель на смысле на одной спице сделала прибавки до 20 петель на одной спице то есть здесь в общей сложности 40 ну и вяжу вот сама по себе ниточка очень мягенькая это такой шнурочек вот пряжа мне нравится и приятно вязать я очень надеюсь что я быстро свяжу и наверное они будут какие-нибудь не очень высокие вот чтобы было удобно быстренько надевать и и быстренько снимать хотела сказать ну да так и будет по-любому он будет снимать их быстро вот такой у меня проект будет надеюсь быстренький в ноябре да не надо подожди убери давай ножку одну вот и вторую вот ой какие классные какие классные носочки ура год завершён я вам этот кусочек снимаю вообще из 2024 года соответственно наверное завтра вы уже этот ролик увидите честно говоря я рада что я поучаствовала в этом проекте и единственное было конечно сложновато немножко из-за того что нельзя было точнее как можно было показывать работы которые вот в этом видео вы увидели в других моих роликах в течение года но я старалась максимально что могла прятать от вас и надеюсь что благодаря этому вам было интереснее смотреть конкретно вот это видео огромное спасибо Ольге которая позвала меня в этот проект Оля Магноля у вязания из Германии так называется ее канал на ютубе и в этом проекте изначально у нас было гораздо больше но не все дошли до финала ну в общем то по своим каким-то причинам личным но я собственно обещала и выполнила свое обещание перед Олей перед другими участницами хотя конечно были мысли что я наверное зря вписалась в этот проект потому что просто элементарно не не было времени на вязание этот год был очень насыщенным вы видели что некоторые кусочки я снимала из командировок в Москву я ездила мне кажется в общей сложности раз 7 была в этом году в Москве это очень много плюс по-моему был какой-то кусочек из Беларуси или не был я тоже в Беларуси была в Минске в общем то я покомментировала вспомнила какие-то моменты которые честно говоря уже подзабыла потому что белорусский отпуск я точно уже забыла вот но хорошо что есть визуальный канал и вот такие видео можно короче вспомнить проект сам очень классный и вот было бы больше времени конечно было бы наверное и мне интереснее и вам тоже смотреть но я думаю что все равно что-то интересненькое познавательное вы для себя тоже могли открыть в этом видео на каналы других участниц обязательно будут ссылки в инфобоксе именно тех кто дошли дошел до финала финального видео и тоже проходите к девчонкам посмотрите я думаю что вам будет интересно но мне по крайней мере точно интересно а кстати забыла сказать декабрьскую работу вы не увидели да потому что в общем то у меня был проект я как бы у меня есть пряжа на этот проект но что-то в общем то я и болела и было очень много работы в декабре и в общем то я решила пропустить но я думаю что ничего страшного по крайней мере одиннадцать из двенадцати проектов я начала не все закончила конечно и не все точно закончу но в общем начала я уже хорошо я считаю что я довольно продуктивно была в рамках этого проекта да и вообще в принципе год был продуктивный и довольно активный на вязание хотя не настолько активный как хотелось бы всегда же хочется больше правда вот поэтому на этом я с вами прощаюсь я надеюсь что видео вам понравилось ну мне по крайней мере было очень занимательно ну во-первых участвовать во-вторых вот сейчас смонтировать и точнее как смонтировала я его недели две назад сейчас только просто концовочку записываю это вот благодарю вас за просмотр увидимся в следующих видео я выпущу тут влог на днях про вязание еще там кусочки из декабря но я думаю вам все равно должно быть интересно все друзья благодарю вас за просмотр всем пока встретимся в новых видео до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч